всем доброго утра сегодня у нас такая солнечная погода я кстати спала сегодня так плохо что-то долго уснуть не могла а утром стало солнышко такое яркое хорошо так прям на улочке кошку все выглядываю в окно на утром уходит гулять вместе с детьми и вот все выглядываю когда она нагуляется обычно когда холодно она не любит гулять немножко побудет на улице бежит домой ну вот что то я ее не вижу вот сегодня не знаю еще пока чем заняться еще только встала еще даже не раскачалась еще даже не позавтракала все это муж меня наверное это обидела наверно муж оставил без завтрака не вижу обещал ручках бутерброды он у меня завтраками занимается а бутербродов нет ну смотрите какое солнце прям яркое рядом у нас там дом строит дома строится как грибы вообще момент вот получается наш дом сдали это когда два года назад до два года назад и за это время уже построили получается вот этот дом вот там дальний вот этот дом построили вот я сама пау по стеклам вожу грамишь у меня будет по стеклам ага сама я рисую и вот этот уже дом достраивают очень представляете как быстро строят дома у нас вот садик машина какая-то приехала наверно тоже завтраки или обеды привезли я кстати в этом садике было когда маленькая была ходила в этот садик тополек называется всем так вспоминаем смотрю на него думаю надо же кто бы думал что я около этого садика буду жить конечно все поменялось и площадки и детские поменяли совсем по другому сделали все переделали более современное ну вот такие у меня добрые впечатления вспоминаю его смотрю каждое утро в этом году вот расписали угол садика какого-то морячка нарисовали карту очень немножечко преобразился садик вот сейчас чего-нибудь буду соображать что-нибудь выдумывать чем буду сегодня заниматься в такую погоду хорошую буду сейчас исправлять свои ошибки оставила семью без хлеба надо сегодня не забыть испечь а тут я вообще обленилась в общем у меня хлебопечка рецепт у меня давнишний уже кому интересно он есть на канале можно пролистать старые видео я ставлю еще может быть подсказочку верху на рецепт ну в общем сколько лет я уже пику по этому рецепту поехали так 560 грамм у меня мука высшего сорта на весах замешивается вообще очень быстро и печется три часа так дрожжи буду использовать воронежские они у меня уже старенькие они у меня уже давно открыты я вот так вот сейчас хорошо перемешаю потому что если брать сверху они потом что-то плохо поднимаются полторы ложки дрожжей нужно но я положу чуть побольше тоже это с тем что связано что вы дрожжи уже старенькие вот две ложечки сахару 3 ложки и ложки сахара чайных 3 соли полторы ложки можно одну вот так вот большую горочкой масло подсолнечное одну столовую ложку но я прямо так на глаз так вот хоп все у меня получается вот сухих ингредиентов до вместе с маслом 600 грамм и до килограмма заливаю воды воду обыкновенную из-под крана ничего не теплая некие не горячая общем холодную воду под крана просто беру и наливаю не хватит как всегда стаканчик 820 немножко не хватило все хорош килограмм но здесь получилось его 6 грамм можно было и 900 с капушкой все все ингредиенты у меня в чаше ставим теперь на программу хлеб сейчас если покажу если видно будет она мне в уголочке так стоит либо печка в общем два с половиной часа я ставлю прожарку среднюю она мне как бы автоматически программы задано все и старт отдыхаем все хлебушек я поставила печь теперь у меня три часа свободного времени за эти три часа я могу делать какие-то другие дела и мне потом останется только через три часа достать хлебушек чтобы он не отпотел и наслаждаться вкусным хлебом вкусной выпечкой бросила все свои дела поехала в школу за мишей позвонил сказал что у него там температура поднялась пришлось мне все свои постряпушки оставить и ехать за ним сейчас такая возможность хорошие последние денечки доучиться где-то что-то подтянуть какие-то хвостики ну что самый больной человек на свете ничего звоню дозвониться не могу сколько у кати сегодня уроков посмотри у него может быть сейчас тоже заканчиваются уроки и лучше ее сразу забрать с собой что-то весь закутался как будто это холодище на улице доведешь меня с этим интернетом это во сколько но ничего я тебе звоню пишу ты трубку не берешь я заходил наверх наверх он уходил привезла самого больного человека на свете непонятно чё с ним 10 раз бы приехал уже на автобусе то мама ты где мама ты где говорю пока я машину прогрею пока я соберусь ты быстрее на автобусе приедешь нет надо на машине персональный транспорт ну вон привезла сейчас сядет в компьютере будет в телефоне играть не вытащишь да мама так вот сама с собой вот видишь видео записываю мама гости пришла чаще спать ухать немножко это перерыв сделаем ложная тревога у нас миши слава богу оказалось что немножко у него там поднялась температура ну собственно как я и думал он уже просто на устал конец четверти сил уже нет учиться у ребенка надоело ему уже поэтому он и домой захотелось вывел меня с телефоном вообще звоню дозвониться не могу но вроде бы горло не болит насморка нету ничего просто побаливает голова я думаю что ничего серьезного нету в общем выпала я из пострепушек из своих сейчас буду снова соображать уметь переделать как мне свой день построить буду делать сейчас буду делать час 0 мясо по-французски меня вот курица есть мясо разморозилась мы ее хотели делать на тушенку ну что-то все никак у нас руки для тушенки не было чего нам не ход пошла все живет и разбирал кусочки все хребты вырезал сейчас я ее еще помельче порежу промою и поставлю запекаться вот принципе кусочки небольшие на так оставлю в общем надо все это делом не промыть ножки так оставлю пусть они будут так кастрюльки сейчас промою все повалилась и все умнее мясо и поваляешь не поешь так иду промывать что я сегодня все у меня из рук валится все что-то падает миша сейчас мне поможет картошки начистить сына пойдем даже много не просто такой взяла большую большой проделать переложить надо маме поменьше у нас чуть есть поменьше то вот я не буду делать большой каждый раз стараюсь что-нибудь поменьше приготовить и получается много таксу нуля мечет картошки поможет очистить делаю туда еще помидор и добавлю лучок добавлю сюда добавим сыр сделаю сверху в общем делаю слоями до это курочку лучок помидорки потом картошечку поставлю все это в духовку минут на 40 еще залью бульончиком бульон наверно с яичком сделаю там майонез с аджичкой короче залью это все поставлю в духовку минут на 40 потом достану присыплю сыром еще минут на десять опять уберу духовку вот такие у меня задумки все чистим картошку миша мне картошки начистил лучок почистил целую кастрюлю я тем временем достала помидорки у меня вот такие замороженные дольки я их получаю это наши помидоры я их режу и на зиму замораживаю в общем перекладываю пленкой пищевой и вот такие слои делаю много-много-много и в морозилку замораживаю так что я буду делать из лучок порежу большой нож люблю большой нож духовку включила но мне пока прогревается 220 градусов сейчас будет у меня курочка запеченная с овощами да хотела полголовки сделать сурово сделала у меня все люк посолить надо обязательно уже второй раз думаю надо посолить сейчас не забудь то подумаю подумай дальше пошла делать лук ура прям злой уже глаза у меня прям за это зареву сейчас зареву так посолила теперь помидорки прям морожеными выкладываю друг на дружку как получится тоже достала не считал сколько достала а бы как маленький пойдет вот и чё девчонки делаю картошку картошку смотри какая картошка это у нас наша это в этом году вот мы такую картошку вырастили огромную здоровенная внутри правда вот портится немножко начала но мне кажется вот такая большая картошка она вся портится вот сколько лет не то не выращиваем большую большая всегда внутри портится сладенькая нормально а вот большая портится в этом году кстати вообще у всех все жалуются что картошка вся гуньет потому что у нас на урале было очень много дождей нас прям просто заливало вот некоторые даже в грязи выкапывали картошку но вот нам слава богу повезло еще с алексеем так смеемся у нас там участок где картошка растет нам вообще некогда было ей заниматься и она у нас уже ну как бы один раз там ее пропололи и там это окучили и потом она стояла вроде бы казалось что второй раз надо было пройти окучить вырывать всю траву поубирать но мы не стали нам некогда было и очень лёша говорит слушай наверно хорошо что мы с тобой ее не короче траву не поубирали он говорит наверно трава всю влагу забрала и у нас картошка была хорошая крупная в общем не было излишков влаги многие прям жаловались даже соседи у нас по саду где нас картошка растет тоже горит прям на саду картошка у них плохая выросла что-то вот портится не хотелось бы чтобы она портилась в общем долечками со студентами нарежу а так картошка хорошая у нас было вот прям даже грех жаловаться мы обычно копаем где-то числа 10 сентября садим 9 мая 9 мая выкапываем 10 сентября хотя я наверно где-то скажу недели за три это получается где-то в августе да уже второй половине августа пыталась подкопать там думаю дай-ка посмотрю что у нас растет мне почему-то попадались вроде бы кусты стоят сухие начинаешь ее подкапывать а там вообще ну то есть взять нечего горох горохом я так расстроилась думала ну все у нас будет проблема и кстати в этом году нас даже и на рынке продавали мало картошки обычно всегда много продают а в этом году мало продавали ну мы не стали в этом году покупать потому что хорошо накопали если в прошлом году мы даже два мешка докупали в этом году из картошка все с огорода помидоры с огорода картошка с огорода осталось кури завести чтобы тоже были свои но это я так шучу Леша конечно мне не позволит такое сделать я ему намекала давай какой-нибудь курятник там на саду построим ну нет 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 так что пока мы не созрели еще до курить у нас соседи там держит кроликов и курочек и козочек мысли возьмем это получается это никуда не уедешь надо постоянно за хозяйство смотреть каждого года все собираю садить меньше 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 и морковки и свеклы сколько не сажу все равно много в настоящий год опять попробую посадить еще поменьше чем в этом году развожу продавать я не умею поэтому так даю ну все равно много лёша смеется куда-то столько садишь все равно все пропадает все равно потом все раздаем так ну в общем картошки-то хватит уже мне просто маленький сейчас еще там что останется супчик сварю какой-нибудь или что-нибудь в духовке можно сделать тоже у меня любят духовку не в духовке господи чё говорю микроволновки запечь то лишнее я отставляю это я убираю и чё у меня теперь в общем я вот это все дело сейчас буду заливать майонезом добавлю аджики добавлю туда пару яиц все наверно да все молока можно добавить так так молоко это майонез 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 молоко аджика аджика где аджика у меня аджика 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 а а может 1 может 2 прям такой вот кружечки на виду все на глаз пол стаканчика майонез три ложки майонеза где-то столовые аджика аджика можно побольше прям такую чайную ложечку сверху я бы сказала яйцо одного думаю хватит не буду сильно много делать чтобы не сильно густо получилось веничком все с маленьким перемешиваем сверху можно не присаливать я не буду потому что майонез солоноватый перемешала и все и вот это все сейчас залью этой смесью подчеркнуть шишечки пол Убираю в духовку. Минут сорок постоит в духовке, потом достану и присыплю сыром. И все, вуаля, готово. О, у меня хлеб пропищал. Достаем хлебушек. Переворачиваем. И вот так вот немножко его постучало. Вуаля! Хлеб готов. Пусть теперь стоит, остывает. Я всегда оставляю вот на этой нижней корочке, чтобы вот эти все были хрустящие, такие вкусненькие. А потом, когда он остынет, вот эту вот серединку, которую замешивает, вытащу. Так, и сыр буду сейчас натирать. Вот такой беру голландский сыр. В доброцение. На всякие посыпки. Если где-то что-то запитаю, пиццу там, все что-то. В общем, вот такой сыр испортил. Полкусочка потом. И посыплю. Вот так что. Уже там почти у меня все готово. Быстрее, быстрее, быстрее надо уже. Все, хватит. И присыпаю сейчас все сыром. Пахнет вообще замечательно. Очень вкусно пахнет. Миша у меня уже ходит кругами, уже спрашивает. Ну что, когда есть-то? Ну что, когда есть-то уже можно будет. Еще немножко осталось постоять. Будет все готово. Еще убираем минут на 10 в духовку. Все готово. Можно посыпать зеленью. Тогда будет еще вкуснее. Всем приятного аппетита! Так, Дин, ложечек. Берите, накладывайте себе. Сейчас вот я вам еще этот перчик порежу. Вот карелочки стоят. Кать. Да я вижу. Какой лучше это стоит. Это с ним. Да, вообще можете ложечками взять да положить. Это курица. Тарелку возьми. Сейчас я возьму. Тарелку эту. Бульончика многовато, да, получилось? Так, хорошо. Да ложкой быстрее бы вычерпала. Там еще кексик остался. Это мой остался. Шахматный. Тоже к чаю доставай. Там почти в уме нет. Так, и хлеб. Хлеб кому какой? Черный, белый, кому какой? Мы. Кто? Ну, как обычно. Хлеб не едят. Мы с папой только хлеб едим. Что, пахнет такой вкусно? Тебе твои любимые ножки достались, да? Угу. Садимся обедать. Дети после школы. Так, сейчас. Как-то неудобно ли маленькую дусочку взяла. Это только что хлеб спечен? А? Да, да. Он еще тепленький. Надо скорее. Бери себе. Сейчас я вот эту еще достану штучку. Впеклась. Впеклась. Ну, все. Всем приятного аппетита. Я сейчас тоже себе положу и будем кушать. Люди, путь не из работы, а я только на работу собираюсь. Надо съездить, поработать. Появилось там срочное дело у меня. Люди ждут. Так что поеду сейчас на работу. И покажу издалека, так хотя бы как выглядит мой магазинчик. Пока заходить не буду вовнутрь, потому что там продавцы просили девчонки их не снимать. Как-нибудь отдельно сделаем видео про магазин. Час пик у нас сейчас начнется 4 часа, полпятого. Уже ближе к пяти. Сейчас начнется движение машин. Как в Москве. Как у меня, говорит, мама. Как в Москве не проедешь. Такой у нас городок. Кто-то у меня спрашивал, в каком городе я нахожусь. Я живу в городе Южноуральск. Это у нас Челябинская область. Живу я на Урале. Рядом с городом Челябинском. Челябинск у нас областной город. Суровый Челябинск. Ну вот, все. Паркуюсь я к своему магазину. Такой магазинчик у меня. Упс. Вот такая у нас вывеска. Ортопедия. Медтехника. Обувь. Магазин называется Ортомир. И вторая вывеска у нас там снизу. Диагностика стопы. То есть мы делаем диагностику стопы на плантографе. Девочки, продавцы делают. Ну вот, я пошла на работу. Больше на сегодня, наверное, уже ничего не буду снимать. Так что, всем пока-пока. До новых встреч. Увидимся в новом видео. Пишите комментарии. Не забывайте ставить лайки. И подписываться на канал. Всем пока.